Вы находитесь сейчас в главном храме нашей обители, как по-гречески назвали кафедрон. Это кафедральный наш монастырь, где проводят все главные богослужения. И поскольку там Владико Метрополит является священным архимандритом монастыря, и даже его кафедра там всегда на средине храм, честь Троицы, монастырь Святой Троицкий. Это храм, который до Айбриса был не отопленный, значит это был летний, который открыл как раз обычно после Пасха. И служили здесь постоянно эти все богослужения. А зимой был другой храм, который отопленный, там печки. Но сейчас все отоплены, потому что современная техника. К сожалению, храм был закрыт, когда монастырь его захватили большевики. Это где-то в 30-м году, в 38-м году. Монастырь был полностью закрыт, разгоняли братья, кто был арестованный, кто, даже один из наших брат, является сейчас преподобным мучеником Тихоном. Он прожил здесь несколько лет, потом его арестовали в Москве и его расстреляли в Бутово. Ну, здесь был регент, как раз пел на клейсе, здесь в этот храм. К сожалению, потом был даже план, весь монастырь разрушать до основания и сделать здесь автовокзал. Вот уже успели построить гостиницу на место, где братский корпус. Храм не разрушали, наоборот, слава Богу. Но здесь сделали театр, кукольный театр. Вот, значит, куполь сняли, достроили вот этот придвор, который мы потом не убрали, придвор он советский. Но мы его так оставили, по благословению владейка, потому что он увеличает, это именно площадь в храм. И в 91-м году, даже в 2-м году, в Чебоксал был такой день примирения, этот звал, когда был большой проблем в Москве, там разделили власть, там Ельцин, еще какие-то депутаты, которые между собой не нашли общий язык, и они собрали здесь в Чебоксал. Это Чебоксал год, это город примирения был. И уже модно стало, что наши, как сказать, архипископы, владыка Варнавы, когда был архипископ, он встречал Ельцин в аэропорт. Он уже очень, владыка, обаятельный человек. И он, Ельцин, ну, такое хорошее влияние, провожали его весь день, и вечером, когда уже его надо провожать во его повод, обратно, Ельцин такой довольный, и сказал, Владико, если у вас какие-то вопросы, вы обратите ко мне. И Владико из Риаса вытащил как раз просьбу передать этот монастырь, ну, возвращать его в своем первом назначении. Ельцин взял это письмо. Конечно, помощник хотел отобрать у него, но когда было, наверное, плохо. Ельцин у него себе в пиджак, и уже через несколько недель был уже указ отдавать это монастырь эпохи. Вот и уже в 93-м году уже первые братья пришли, они начинают реставрировать монастырь, и Владико Савати, который сейчас метрополит, он был первым игуменом, первым наместником. Вот он молодой, динамический, он собрал первые братья, и они основное, что мы видим, основное, все они отремонтировали, и жизнь заново начинала. А в 2009 году Владико уже, он был векарный епископ, его назначали как уже епископ Бурятии, новой епархии, он поехал туда как миссионер, далеко, конечно, от Чуваши, но он там несколько лет потрудился, и после смерти Владико Варнавы он возвращал уже на родину и теперь возглавляет метрополию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok